Джентльмены, Антонио с вами. Сегодня я расскажу о пяти способах бритья. Я расскажу также об одном способе, который я не рекомендую. И мне интересно услышать от вас, если вы когда-нибудь пользовались этим методом. И, пожалуй, лучше всего начать с истории. Когда мне было 15 лет, родители перебили меня в школу Святого Антонио. Новичкам, которые только попали в эту школу, сказали, «Вам необходимо научиться бриться». До этого я, естественно, никогда не брился. В один день я прогулялся до местной аптеки, где я купил первую в своей жизни бритву. Помню этот момент, как сейчас. И это первый способ, с которого я начну. Простая одноразовая бритва. Она сделана из пластика. У нее одно или два лезвия. На моей точно было всего одно. Но вот на этой два. Они супер дешевые. Не думаю, что лезвия на них высокого качества. Но зато можно сразу купить пачку из десяти станков. Вся их суть в том, что они одноразовые. Подходят в те моменты, когда тебе необходимо побриться всего один раз и больше не пользоваться. Когда ты, например, в походе. Это их большое преимущество. Первое время своей жизни – это единственные бритвы, которые я использовал. Да, это был интересный опыт. Я часто резался лезвием. И очень жалею, что в мое время не было такого интернет-журнала, как Sharpologist. Это отличный источник информации. Мой друг Марк – его основатель. Я бы хотел знать о его сайте, когда был помоложе. Но в любом случае, это то, с чего я начал. До тех пор, пока я не захотел чего-то более серьезного. Это было уже во времена колледжа или после колледжа. Я тогда точно понял, что хочу что-то посерьезнее. И это способ номер два – электрическая бритва. Эти бритвы существуют уже порядком давно. И они постоянно развиваются. У меня в руках бритва Philips Norrelko. Я ей пользовался. Отличная бритва. Что мне нравится в ней? Когда я был моряком, я часто погружался с головой в свои обязанности. И потом понимал, что я забыл побриться. У меня была электробритва в шкафчике. Я хватал ее, брился. Это занимало буквально пару минут. Как раз прямо перед построением. Или когда я был в летном училище. Когда ты в форме, последнее, о чем ты думаешь, это о щетине. В эти моменты электробритва очень сильно выручала. Вот это их большое преимущество. Они очень удобны. Да, возможно, они не справляются с бритьем так же хорошо, как бритвенные станки. Но они делают свою работу. Это точно. Перед тем, как снять новое видео, я часто бреюсь именно такой бритвой. Давайте перейдем к третьему способу. Это бритва с картриджами. Думаю, большинство из вас используют именно такую бритву. Это произведено компанией Gillette Mag 3. Есть и другие, но я ими не пользовался. Эта бритва от компании Pace также известна как Dorco. Очень мягкие. У этой аж шесть лезвий. Что я люблю в этих бритвах, так это простота. Можно бриться по щетине, против щетины. Не имеет значения. Она отлично бреет. Тебе даже не надо думать ни о чем. Единственная их проблема – это стоимость. Чем больше они ставят лезвий на нее, тем они становятся дороже. Я тут посчитал и понял, что я плачу где-то один доллар за то, чтобы побриться один раз. Если ты бреешься каждый день, это значит 365 баксов в год, которые ты тратишь на эти картриджи. Их можно потерять. Тогда нужно идти покупать еще. Но ими все пользуются. Так что ладно. И перейдем к способу номер четыре. Это как брелись наши отцы, и их отцы, и их отцы. А именно, использовали безопасную бритву. Такую бритву сейчас уже не так просто найти. Ее можно заказать разве что онлайн. У меня в руках немецкий Эдвин Джаггер. И вот еще один вариант Меркурий. Тоже немецкий. Они, видимо, очень любят такие станки. И вот еще один вид. Это Фьючер. Мне этот очень нравится. У него матовая поверхность, и он такой увесистый. К этим бритвам идут различные виды лезвий. У меня тут есть Меркурий Супер и Перья. Еще есть Астра. Каждый сам, конечно, выбирает, какое лезвие ему подходит. Правда, эти бритвы не так просты в использовании. И почему кто-то откажется от простой бритвы с картриджем в пользу такой безопасной? Я отвечу на вопрос. Потому что в этом случае бритье превращается в приятный процесс. А цена за одно использование снижается от одного доллара или пятидесяти центов практически до пенни. А также качество бритья. Дело совсем не в лезвии, а в том, как ты его используешь. Необходимо быть очень внимательным. Можно добиться намного более тщательного бритья, чем с простой картриджной бритвой. Отсюда мы переходим к пункту номер пять. Последний способ бритья – это опасная бритва. Это лезвие от BladeGram. Можете зайти на сайт моего друга straightrazer.com, если вы хотите узнать, как пользоваться опаской. Я целый год пользовался таким лезвием, и могу сказать, что я до сих пор учусь этому. Особенность этой бритвы – она бесподобно красивая. И, возможно, это самый дешевый способ. С ребятами из straightrazer.com я могу отослать им это лезвие и получить обратно новую бритву. Но самая большая проблема – это научиться правильно скоблить щетину. Я до сих пор, если честно, иногда режусь на шеи, когда бреюсь с опасным лезвием. Это, наверное, самый лучший способ проснуться с утра. Когда ты бреешься таким лезвием, ты должен быть очень аккуратным и внимательным. Это, возможно, самый долгий путь бритья. И да, этому способу нужно долго учиться. Но, как бы то ни было, очень круто. И чувствуешь некоторую связь с историей. Это был самый первый способ, которым мужчины начали бриться тысячи лет назад. И мне нравится эта история и сама идея, которая за этим стоит. Итак, я говорил об одном методе, который я не рекомендую. Есть такой крем, который можно нанести на свое лицо. Я не буду говорить, что это за бренд. Но суть такова, что ты просто наносишь его на лицо, и щетина отпадает сама по себе. Такие вещи меня очень пугают. Я лучше возьму опаску и порежусь где-то на горле, чем возьму крем, чтобы моя щетина просто отвалилась сама по себе. Но если кто-то из вас пользовался таким кремом, отпишитесь в комментариях. А также очень хотелось бы услышать в комментариях ваш самый любимый способ бритья. И какой вы хотите попробовать следующий. А также, если вы попробуете лезвие straight razor.com, то можете получить курс, как использовать опасные лезвия бесплатно. А также список с лучшими бритвами и дополнительную информацию о всех способах бритья. Спасибо, берегите себя, ребята. Увидимся в следующем видео.